Новости Келла. Предприниматели, пострадавшие от пандемии, могут получить субсидию от рынка труда. Для этого необходимо зарегистрироваться в службе занятости в качестве соискателя работы не позже 15 февраля 2022 года. Новости налоговой службы. С 1 февраля был упрощен прием на работу иностранцев, прибывших из-за пределов Евросоюза и Европейской экономической зоны. Библиотеки Хелмет возвращаются к обычному режиму работы. В библиотеках снова можно организовывать мероприятия и устраивать встречи. Для посещения библиотек коронапаспорт не требуется. Служба занятости внедряет новую модель обслуживания клиентов. В новой модели все соискатели будут проходить собеседование в течение пяти дней после начала поиска работы. Цель состоит в том, чтобы с самого начала тщательно определить навыки, сильные стороны и потребности клиента, чтобы сотрудники могли предоставить клиенту наиболее подходящие услуги и работу. Русскоязычный семейный клуб дизайна приглашает на встречи детей от 6 до 12 лет и сопровождающих их взрослых. В программу встреч входит посещение временных выставок музея дизайна и творческая работа в мастерской. В группе фейсбука «Русскоязычные Финляндии» опубликован календарь выплат пособий от Кела. В эти выходные по всей Финляндии погода будет ветреной. Ожидаются сильные снегопады, которые к воскресенью могут смениться дождем или мокрым снегом. Больше информации читайте в нашей группе в фейсбуке «Русскоязычные Финляндии». Всем хороших выходных! Русскоязычные Финляндии